Девушки отдыхают А где заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Берингов пролив с США Граница России нигде не заканчивается Граница России Граница России Граница России Граница России Граница России Дише эти слова еще более актуальны, чем в 1989 году. Ялтаньско-Почдамский Лад, установленный через алианты с антихитлерской коалиции, росысьцы империалищи только как следующий этап в процессе подбойной войны. Ты же после закончения Второй войны, Кремль опраковал план занятия всей Европы. Сталинцы были надея, что вкратце смогли обмыть буты в водах Атлантыку. Но на целе с УСА не позволили Москве обманывать безбранной, повоенной Европы. Клеска в зимной войне затримала росыську экспансию на Захуд. Ващем для того, вк. КГБ Владимир Путин, считал, что разпад СССР за большую катаструфу геополитическую XX веку. През последние 25 лет спадкобирцы КГБ в России приготовили себя до земсты на зненавидзенных странах Зъединенных. Росейские реванжести Росейские реванжести Росейские реванжести даже не укрывают своих планов. В 2003 году, подчас огласения новой доктрыны воисковой, Путин сказал, «Росейские реванжести ствердил, что Россия никогда не згоди с существующим порядком света и створеным в последних декадах по упадку ЗССР советского УАДЕМ МИДЗНАРОДОВЫМ». Его приятел, секретарь Рады Безпечества Федерации Росейской, Николай Патрушев, в выwiadе удзеленном Газеце Росейской 2 ст. 2016 р. Путин сказал, что Россия в ближшем часе будет готова до конфликта милитарного с странами НАТО и может быстро и без żadных стран подбить страны баутыские. Неко вечно, висепреводничество Думы Пањстовой, Владимир Жириновский, питанный через дзенекарца пањстовой телевизии Россия 24, осьвядczy, что президент Роси подъял уже декады о распоченении Трецеј Войны Шватовой. Цитаю, «То найважнейшая декады. Ёстем przekонан, что зостаја ўж подъјта». Конец цитату. И додаў, что лот крајов баутыцких и ползки есть пресадзоны. Застану змецене. То есть при Баутыке, в Польше они вообще обречены. Застану змецене. Там ничего не будет. Позней с трибуны Парламенту Федерации Росијской ознајмил, что Росија должна спалить Париж и збомбардовать Немцам. Застану змецене. Застану змецене. Застану змецене, чтобы ничего не осталось. Ни одного камня, ни одного Немцам. Марzenia элит кремлоско-лубиањских не ограничатся до крајов Европы Сродковой и Всходней. Загрожение пылзаюцем војном хибрыдовым зависло над целым контынентом. Росијсци гео-стратедзи прагнам засиять незгоды между европейскими пајствами и подважить јднојсть НАТО и с Униј Европейской. Муви то о тварче человек, которого стратегия от 15 лет скрупулатне вчела в жище Вадимир Путин. Александр Дугин, бо о нем мова, в артикуле «Выбавить Европе Заходнию от Всходней» пропонує заграћ на розбежностях между пајствами Униј Европейской и залеца росыјским дипломатам преконывание крајов Европы Заходней, прежде всего Немец и Франциј, до уволнения ши от америкајской доминации и скојчения с крајами Европы Сродковой и Всходней. Те надо уничтожить санитарный кордон. и культуры евроазиатъцкей, то все, что находится между нами, Польска, Украина, Европа Сродкова, муси зникнути, зонаћ вхлонијте, глоси идеолог росыјского империализму и евразиатъзму. «Принимите Росју до Европы», взыва Дугин. Втеде Европа буде русском Европом. Втеде Росја скоњча с тими, кудзыслов, «пријачоўми». Пајствами Европы Сродково-Всходней. Раз на завсше. То јкесь непорозумение. Длэцего мамы је зносић? Втеде пријде Росја и пове, «Аха, злапалище си». Повеемо до них, «Хчелище уцець пред нами, ко?» «Росјь! Гоѓе»! «Росјќ». Вот, присоединить Европу, это цель великой. Подобают вам себя европейские технологии? Возьми их. Это просто. Задобаваем Европу и уже мы все высокие технологии. У нас высокие технологии. Захват Европы. Русский царь или русский президент. Единый для всей Европы. Это смысл империи. Это седно целого империума, которое просто привозим на свое место. Европейские, римские, грецкие, bizантийские империумы с росыским царем на целе. Русский римский царь скажет. Куда вы пойдете? А где вы себя поделаете? Господарка то добре, но это не имеет значения. Не самым прежде чем хлебом, вспомни царь. Те слова Дугина досконале показывают, какого лосу могла себя сподзиовать Европа по Друге войне святовой, гибы США, Канада и страны Европы Заходней не повоћали НАТО, союсу политично-воискового. Есть это также острежение пред тем, что может стать с Европой, если союс этот раз падает. О моделу цивилизации, который Россия пропонует Европе, хорошо говорил русский академик, историк, доктор хабилитованный наук политичных Юрий Пивоваров в программе ТВ Россия Культура. Да, мы наследники Золотой Орды. Да, во многом современная Русь, московская, потом петербургская, советская, сегодняшняя является в том числе и наследницей Золотой Орды, хотя и Киевской Руси тоже безусловно. Да, мы наследники Золотой Орды. Монгольский родзай влады полегал на том, что один человек стану все, а расшта ничего. Влада монгольская в целости отрюка какую-то умову, вселенную конвенцию, współпраку и згоду между двума подмиотами. Влада монгольская влада монгольская влада монгольская влада премоке и Росиане это преимуют. Росейсцы царовые, росейсцы велцы ксюжэта стопниво преимуют эту культуру влады, а właściwie этот родзай влады, те стосунки политичные. И стает это гораздо сильнейше, даже позже, в часах нам близких. В этих цивилизованных и красивых временах, царь Павел I, сын Катарзыны, один раз подчас разговора с французским амбасадором, сказал до него В России только тот, что это означает, с кем я разговариваю и только тогда, пока я с ним разговариваю. И это очень претензийное сформулирование влады росейской. Карол Маркс тоже целне обнажил историю росейского империализма. В крвавом багне москевского неволнительства, леч не в твардой славе эпоки нормандской, стоит колебка Роси. Рося повстала и стала выхована в охудной и упокажащей школе монгольского неволнительства. Взмокнила się только dzięki тому, что в сстуце неволнительства была не пресцикнена. Даже по узысканию неподлегности, Рося далее стала краем неволников. Петр I поучил политический спрыт монгольского неволнника с майстатом монгольского посиадача, которому Чингис Хан наказал подбить свет. Росейско-еуроазиатской цивилизации Росейско-еуроазиатской цивилизации Росейско-еуроазиатской цивилизации за решили Рим и Розолиму. И не это жарт. По анексии Крыму, Putin сказал, что Крым имеет на Россию значение сакраное. Для России Крым, древние Корсуни, Херсонес и Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Такую też argumentację росысьцы творцы mitов могут stosować в отнесении до колебки европейской культуры и цивилизации Риму. Вшаг Mosква ma pozytyвное doświadczenie в крадеже чудзей истории и славы. Цала Европа dobrze память, как цар Петр I в бесшелный способ укладал назву и славу Киева. Прегановал Москови на Россию. На этой основе Москва узасаднила росзчиня историчные и территориальные до земли давной Руси, Украины и Белоруси. Подобные manipулации лингвистичные Кремль пробует использовать до узасаднения росзчиня до культуры и дизитства Риму. Объектом najbardziej безсенсовных росыщих претензий исторических, stała się wysoko rozwinięta i oświecona cywilizacja Etrusków, którzy panowali na Półwyspie Apenińskim na długo przed Rzymianami. Уważa się, że to Etruskowie nauczyli Rzymian budować drogi i miasta ozdobione rzeźbami i piękną architekturą, wyposażone w wodociągi i kanalizacje. Właśnie od Etrusków Rzymianie zapożyczyli cyfry i tradycję walk gladiatorów. Bez Etrusków nie byłoby Rzymu. Chodzi o to, że słowo Etruski w języku rosyjskim brzmi jak Etruski, co się czyta jak to jest Etruski, czyli to jest Rosjani. To podobieństwo brzmienia jeszcze za czasów Mikołaja II przyciągało uwagę rosyjskich imperialistów, którzy inspirowali tworzenie antynaukowych teorii w celu uzasadnienia roszczeń terytorialnych. W taki oto sposób naukę wprzęgnięto w budowanie mitów i propagandy. Audycje w centralnej telewizji, filmy, książki i pseudonaukowe badania poświęcone rosyjskiemu pochodzeniu Etrusków wypełniają przestrzeń informacyjną Rosji. Czytelników i widzów celowo spłania się do wniosku, że Rzymianie zabrali Rosjanom dziedzictwo Etrusków. I te bajdurzenia przekazuje się przez wszystkie kanały medialne. Młode pokolenie Rosjan dorasta w przekonaniu, że Rosjanie założyli wysoko rozwiniętą cywilizację rzymską. Istniejące dowody naukowe nie robią wrażenia na tej młodzieży. Pragnie ona uzasadnienia imperialnego majestatu i roszczeń Rosji do dziedzictwa historycznego i kulturowego całej cywilizacji europejskiej. Masowa świadomość Rosjan jest przygotowywana na przyjęcie dalej idących deklaracji rosyjskich polityków. Już nie o naszym Krymie, tylko o sakralnym rosyjskim Rzymie, kolebce cywilizacji europejskiej. Rosyjscy imperialiści są w stanie udowodnić każdą agresję przeciwko suwerennym narodom. Warto tu w tym kontekście przywołać, jak udział Armii Federacji Rosyjskiej w konflikcie syryjskim tłumaczył dyrektor rosyjskiego Centrum Badania Krajów Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej z jemion Bagdasarow. To dla nas nasza ziemia. Iman odtudno przyjaciół nam cywilizacja. Może tu to zapomniał? Właśnie to, że z Antiofii przyszli pierwsze monachy, śwященнослужители. Były syryjcy na Rócii. Tak? O, no. Oni były po przyschodzeniu nie griecy, nie, boch znał, oni to byli syryjcy. I kiedy prazwał z 300 lat roda Romanowa, znak przyznań, to Nikolaj II w całej liturgii była nie ruska prawosławna cerka, a antyachijska prawosławna cerka. Nie było by Syrii, nie było by antyachij, no nie było prawosławień i nie było Rusi. To nasza ziemia, to nasza świeca. Historycznie wołał rosyjski nadworny uczony przed kamerami w studiu telewizyjnym. Wyposażeni w taką wiedzę z łatwością chłonął nagrany na wideo apokaliptyczne wizje snute przez Aleksandra Dugina. Wszystko to skłania do wniosku, że już samo istnienie imperialnego światopoglądu i ideologii kremlowskiego rewanżyzmu jest zagrożeniem dla globalnego bezpieczeństwa. KONIEC! 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 Продолжение следует...